Миру сказано, что все, что нас окружает, появилось от взрыва. От большого взрыва где-то 14 миллиардов лет назад. Эту цифру даже прочувствовать невозможно. Была точка в пространстве дико сжатая. И не выдержав давления, она взорвалась, и то, из чего она состояла, разлетелось на огромные расстояния. Этот момент самоподрыва считается началом пространства и времени. А до него что, ничего не существовало? Что же было раньше? Курица или яйцо? Или взрыв? Так вот, сейчас технология дала подсказку. Оставайтесь, чтобы узнать какую, и предлагаю тебе, наконец, подписаться. Каждое дерево, каждая вещь, которая в вашей квартире, каждая капля воды состоит из того вещества, появившегося во время большого взрыва. И как при любом взрыве, ударная волна разносит все по сторонам, удаляясь от центра взрыва. Почему взрыв? Да потому что ученые решили, что раз галактики удаляются, разлетаются друг от друга, то когда-то давно где-то сильно что-то взорвалось и побудило всех разлетаться в разные стороны. Неплохо придумано. Но неужели та точка, что была сжата, образовалась из ничего? Она же в чем-то находилась, а значит была и материя, и пространство. Ну ладно, умные люди решили, что был взрыв, и забетонировали эту версию появления Вселенной. Но несколько месяцев назад стало видно, что ученые выбрали плохой раствор, и бетон начал рассыпаться. Знакомьтесь, космический телескоп Джеймс Уэбб. Это чудо внесло мощнейший раскол среди астрономов и космологов в спорах о том, как могла бы выглядеть ранняя Вселенная. За две недели, прошедшие с момента получения первых изображений с нового телескопа Уэбба, астрономы сообщили о множестве новых открытий, в том числе об обнаружении множества далеких галактик. Ранее никогда не наблюдавшихся, их просто раньше не могли разглядеть. Эти ранее неоткрытые галактики настолько старые звездные образования, что их формирование близко к тому времени, когда был предполагаемый большой взрыв. Дело в том, что с 1993 года астрономы и астрофизики полагались на снимки с Хаббла. Телескоп фотографировал по запросам разные места в нашей галактике и скопления звезд. Так вот, сейчас телескоп Джеймс Уэбб открывает гораздо больше того, что мы знали от Хаббла. Посмотрите на эти снимки. Слева снимки Хаббла, справа Уэбба. Качество и глубина фото поразительно отличаются. Как вы понимаете, Уэбб начал смотреть дальше. Даже нет, неправильно. Он начал смотреть глубже Хабблу. Знаете, как назвали одну из первых статей, появившихся в сообществе астрофизиков, где анализировались первые снимки с нового телескопа? Паника. Напрямую, конечно, в этой статье ничего не говорится, но за техническим повествованием и выражением мыслей кроется аргументированное уничтожение фундаментальной гипотезы Большого Взрыва. Чтобы въехать в этот гараж астрофизических терминов без академической машины, предлагаю выслушать мое краткое пояснение. В астрофизике ключевым является свет. Он движется, как волна. Все, что вы видите на небе, это свет от звезд, который до нас шел либо пару лет, либо тысячу лет, либо миллионы. Что если тот объект, какая-нибудь звезда, удаляется от вас? Тот свет от нее, что был несколько мгновений раньше, преодолеет расстояние до вас быстрее, чем тот свет, который даст звезда через пару минут. Она ведь удаляется от вас, а значит и расстояние между вами увеличивается, значит и свету. Этой световой волне лететь до вас от звезды надо будет дольше. Получается, что свет от таких удаляющихся объектов будет растягиваться. Вот эта величина, на которую и будет меняться длина световой волны, называется красным смещением. Красным его назвали из-за того, что при анализе длины световой волны, если цвет ее ближе к красному, то объект сильно удален от нас, от нашей планеты. А значит, расстояние до такого объекта сравнимо больше, чем, например, до объекта, у которого световая волна имеет белый оттенок. Согласно теориям Эйнштейна и общепринятых законов, возраст нашей Вселенной около 14 миллиардов лет. И образовалась она из бесконечно малой точки во время Большого взрыва. Ученые до сих пор не могут понять, что же произошло внутри этой крошечной точки или что было до нее. Но сейчас не об этом. Мы будем рассматривать основу теории Большого взрыва. Нам же нужно от чего-то отталкиваться. Если же Вселенная расширяется, то должна существовать конкретная оптическая иллюзия. Галактики или любые другие объекты в расширяющемся пространстве улетают друг от друга, и они должны быть чрезвычайно крошечными. Их собственный размер не должен меняться, ведь они просто удаляются друг от друга. Но и как следствие, свечение и величина красного смещения должны соответствовать их движению. Если, скажем, звезда или галактика удаляется от нас, что согласно теории Большого взрыва и должно быть, то и величина красного смещения должна изменяться в большую сторону. И вот представьте, произошел взрыв. Энергия и материя начала разлетаться в разные стороны. Вселенная начинает переживать период, известный как темные века. В это время первый свет космоса меркнет, а первые звезды и галактики еще не сформировались. И получается, раз мы уже сформировавшаяся галактика, то значит уже давно вылетели из этого хаоса взрыва. А значит те объекты, что от нас больше всего удалены, будут иметь максимальное так называемое пороговое красное смещение, которое свидетельствует, что такие красные объекты ближе всего к предполагаемому месту взрыва. И значит такие далекие объекты последними покинули зону взрыва и находятся в стадии формирования. Согласен с вами, что теория так себе. Есть вопросы, на которые охотно отвечают, а есть другая, куча вопросов, которые игнорируются. Ну например, никто не дает гарантии, что мы не улетели куда-то вбок. И не зная, где именно центр взрыва, мы можем смотреть на галактики, удаленные от нас в сторону, а не в центр. И получается, вылетели они из хаоса взрыва точно так же, как и мы, примерно в то же самое время. Красное смещение будет пороговым. И по теории Большого взрыва, та галактика еще в стадии формирования. Однако, просто улетела, как и мы, вбок. Ну и так далее, говорю, там целая куча таких вопросов. Но вернемся к официальной версии, что бетонировано. Кабл предоставлял снимки, на которых астрономы могли увидеть такие далекие галактики с большой пороговой величиной красного смещения. Форма этих галактик имела форму диска, а не спирали. И астрономы пришли к логичному выводу, что эти далекие галактики имеют более неправильную форму, чем близлежащие. И это полностью соответствовало теории Большого взрыва. Ведь самые далекие от нас галактики, но близкие к центру взрыва, мы видим еще в стадии формирования. Но новый телескоп ВЭП, откровенно говоря, зарешал. Мало того, что аппарат сфотографировал в супер качестве эти далекие галактики, где стало видно, что они имеют более мощную и сформированную структуру, чем, например, наша, так еще ВЭП заснял галактики, которые имеют запороговое значение красного смещения, которое показывает, что эти скопления звезд образовались примерно на 250 миллионов лет раньше Большого взрыва. Вот уж действительно паника. Увиденные удаленные от нас ровные, маленькие и большие галактики, сформированные по известным правилам звездные скопления, означают отсутствие расширения пространства и, следовательно, отсутствие того, что мы привыкли понимать как Большой взрыв. Поскольку возраст того света, что испускают новые источники света, превышает гипотетический срок Большого взрыва. И как итог, большинство ученых сейчас заявляет, что никакого Большого взрыва, кажется, и не было. Исходя из тех уже проанализированных снимков УЭБа, следует однозначный вывод. Различные точки Вселенной никогда не сходились в прошлом. У нее не было начала. Она длилась вечно. Той самой точке, которая взорвалась, просто не существует. Вселенная вечно. В очередной раз мы убеждаемся в том, как много мы не знаем. Отсутствие абсолютной истины вынуждает людей придумывать свою собственную, поскольку жить рядом с неизвестным или необъяснимым не очень-то и комфортно. И это то, что мы видели много раз на протяжении нашей истории. Так вот, как теперь отвечать будете? Что было первым? Курица? Яйцо? Или? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok